Здравствуйте, мои дорогие! Название видео звучит немного странно и даже страшно. Не правда ли? Еда как орудие убийства. На самом деле, все понимают, что еда призвана быть средством для поддержания жизни. И это естественно. Но, как ни парадоксально, сегодня мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда еда становится самым настоящим орудием убийства. Сегодня я хочу вам рассказать три реальные истории, свидетелями которых я явилась, когда еда становилась самым настоящим орудием убийства. Так сложились обстоятельства, что в последний месяц мне приходилось проводить очень много времени в больничной палате, ухаживая за своим отцом. И невольно я становилась свидетелем тех событий, которые разворачивались в больничной палате среди других пациентов. Первая история, о которой я хочу вам сегодня рассказать, связана с мужчиной. Он был еще совсем не стар. Примерно моих лет он поступил в больницу в не очень тяжелом состоянии, но ему делали капельницы. И вот в один из таких моментов, когда он лежал под капельницей, его пришла навестить его жена. Как это водится, она пришла с полным пакетом, естественно, еды. И дальше развернулась душераздирающая картина. Мужчина, лежавший под капельницей, сказал своей жене в ответ на ее вопрос, голоден ли он, Он ответил, нет, нет, я сыт, я не хочу есть. Ради бога, не надо, не доставай ничего из пакета. Я совершенно не хочу есть. Жена спросила, а что ты завтракал? Гречку, ответил мужчина. Гречку? А с чем? Ни с чем, пустую. Как? Пустую гречку? Да они что, с ума сошли? Ладно, не переживай. Я сейчас исправлю эту ситуацию. Я принесла тебе горячие печенки. Сейчас я тебя буду кормить. Вот при этих словах, сейчас я тебя буду кормить, я видела, как изменилось лицо мужчины. На нем отразился какой-то ужас. И он попытался сопротивляться. Он просил жену, он умолял, пожалуйста, не надо, убери, я не хочу есть. Я тебя очень прошу. Но настойчивая жена, воспользовавшись беззащитным положением мужа, когда он лежал под капельницей и не мог сопротивляться в самом прямом физическом смысле слова, стала насильно кормить мужа горячей говяжьей печенкой, запихивая ее в рот своему лежащему беззащитному мужу, перемежая куски печенки с большими кусками свежего хлеба. Я не смогла смотреть спокойно на эту картину. Я вернулась, и все, что у меня оставалось, это глубоко посочувствовать этому человеку, которого пытали едой. Это была самая настоящая, изощренная пытка заставлять человека есть тяжелую еду, в данном случае животную пищу, в то время, когда его тело активно сопротивляется, не хочет еды, да, его тело больно и хочет облегчения, заставлять его совершать вот это насильственное действие по перевариванию тяжелой пищи, это преступление. Это преступление против близкого человека, и это есть не что иное, как медленное убийство человека. Я это расцениваю. Именно так. Вторая история. Мужчина лет 65-70 лежал после инсульта. Это был мужчина довольно внушительных размеров, но самой внушительной частью его тела был живот. Причем это был живот какой-то странной формы, обычно мы привыкли видеть мужские животы упругими, круглыми, набитыми, гордо выступающими впереди тело самого мужчины. У этого человека живот был какой-то весь опущенный вниз, это было похоже на отвисший мешок. Живот буквально лежал у него на коленях. При том, что мужчина являлся обладателем вот такого огромного живота, который просто неимоверно мешал ему жить. Он с трудом переворачивался в кровати, он с трудом мог садиться в кровати, ходить он еще не мог. Ему было очень тяжело, у него была одышка, и было видно, что живот явно мешает ему. Но при всем при том, этот мужчина ел практически 24 часа в сутки. Я не преувеличиваю. Тумбочка этого человека была забита продуктами. И в тумбочке, и на тумбочке лежали просто горы еды, причем это была еда самого различного плана. Это были яблоки, булки, печенье, сухари, колбаса, сыр, яйца, картошка, помидоры, огурцы. И этот мужчина периодически поднимался с трудом на своей постели, протягивал руку, нащупывал то, что попадалось ему. Не важно, виноград ли это был, было ли это печенье, или яйцо, не важно, что это было. Он брал то, что он смог нащупать рукой и отправлял это в рот. Таким образом, пищеварительная система этого человека, в то время, как он лежал после инсульта, не отдыхала вообще. В одно утро, примерно в половине пятого утра, когда я встала, чтобы напоить моего папу водой, я услышала, что меня зовут, меня звал этот мужчина, и он попросил принести ему из холодильника сыр. Кроме того, что еда лежала на тумбочке, у него еще и в холодильнике стоял огромный пакет, в котором тоже была еда. В половине пятого утра этот человек хотел есть сыр. Если честно, у меня просто не укладывается в голове, насколько же огромные ресурсы и резервы человеческого организма, когда даже находясь в таком тяжелом состоянии после инсульта, выкарабкиваясь и цепляясь за жизнь, организм все еще способен переваривать такое огромное количество пищи, самой разной еды, которую человек отправлял в себя 24 часа в сутки. Он практически не спал, у него был очень плохой сон, и, видимо, от того, что ему не спалось, он не знал, чем себя занять, и он продолжал и продолжал отправлять еду в себе в рот. Этого человека никто не заставлял есть. Он сам приговорил себя к изощренному убийству при помощи еды. Когда он выписывался, его жена увозила его на кресле каталки, и, провожая его взглядом, я думала, что ждет этого человека, насколько еще времени хватит его ресурса, его организма, чтобы жить и переваривать все новые и новые порции пищи. И как много или как мало времени пройдет до того момента, когда он снова окажется в этой больничной палате. И, наконец, третья последняя история. Это печальная история, и она действительно связана со смертью человека. Мужчина, лежавший в палате, был в очень тяжелом состоянии, и смотреть на него без страданий было просто невозможно. Этот мужчина практически был без сознания. Его вес составлял, я думаю, килограмм сто пятьдесят, а может быть, даже и больше. Это был очень тучный мужчина, и он лежал на спине, но практически его не было видно, а было видно только, что на кровати лежит огромный живот, огромный, набитый, и он стоял просто горой. Вот просто на кровати возвышалась вот эта гора. Звуки, которые издавал этот мужчина, это были звуки страдания, боли. Он практически не мог дышать. Он захлебывался в своей мокроте, в слизи. Живот придавливал его тело, и я видела, как трудно ему было. Он цеплялся за жизнь. Это было невыносимо. Смотреть на его стоны перемежающиеся, с задышкой, с кашлем. До сих пор я вспоминаю, и меня охватывает ужас при виде той картины. Я думала о том, что вот все то, что сейчас содержится в этом животе, это есть последствия того, чем человек питался, как он питался все предшествующие годы. Он был уже не молод, это было видно, но он был еще и не настолько стар, чтобы умирать. Но он умирал, и это было видно, и он умер. Мы узнали, мы не видели, как он умер, но мы узнали, это через несколько дней он скончался. Будь в этом мужчине килограмм на 50-60 меньше, возможно, его состояние не было бы таким мучительным. Возможно, он даже бы выжил. Я думаю, что главным виновником его смерти был его огромный вес, который он, собственно, и нажил за все предыдущие годы своим абсолютно неправильным отношением к идее. А что скажете вы? Чем ваша еда является для вас? Средством для жизни или орудием убийства? Если вы еще не поняли, что неправильное отношение к еде медленно убивает вас, то настал момент понять это, разобраться в этом, пока вы еще не в больничной палате. Субтитры